Ну так как будем жить в новом году? Много цифр, много домыслов и мало конкретики. Но все же мы попытались проанализировать государственную смету. Продолжит Ольга Рыцарь. Сегодня к вечеру на сайте Верховной Рады только проект документа и минимум конкретики. Это бюджет слепый для парламента, но он слепый для общества. Люди не знают, что их чекают. Большое в чем податковое навантажение, оно лежит на местные громады, на местное средство. Но все будет регулироваться вручную. Что известно, расходы страны запланировали на уровне 527 миллиардов гривен. Доходы 475 миллиардов. Все расходы существенно сократят, кроме обороны. А это свыше 90 миллиардов гривен для армии. Вместе с тем Рада урезала социальные льготы депутатам и судьям. Пенсионеры, получающие свыше 3653 гривен пенсии, 15% от него дадут в бюджет. А зарплата бюджетников не будет превышать 7 минимальных. Те, кто работает в госректоре, не получают заработные платы, превышающие 7-8 или 10 тысяч гривен. Поэтому для этой группы подобного рода изменения вообще никаким образом не отразятся. Часть доходов планируют увеличить за счет налогов. Их в новом году будут платить почти все, от бедного до богатого. Без работы Анастасия выживает за счет помощи на ребенка. Но с 1 января она должна платить налог на богатство. Живет в квартире чуть больше 70 квадратных метров. Чему я еще маю платить податок за то, что не существует. Можливо, это какой-то внесок в будущие страны. Тогда покажите, пожалуйста, результат. Но если безрезультатно, оно куда-то будет исчезать. Налогом обложат владельцы квартир, площадь которых превышает 60 квадратных метров. А домов свыше 120 квадратов. Эти деньги будут наполнять местные бюджеты. Сколько платить, тоже решать местным советом. Но не больше 2% от минимальной зарплаты за квадрат. А это 25 гривен. Если у вас, например, квартира 70 квадратных метров, то вы заплатите за 10. Умножаем 10 квадратов на максимальные 25 гривен. Получаем 250 в год. Потребно, чтобы была инвентаризация. Наразі ставка вызначена за квадратный метр, незалежно от вартости дороговости. Я думаю, что целиком может быть невелика квартира, но которая стоит очень большие деньги. И относительно велика квартира, но которая находится в таком состоянии, что фактически вартость ее невелика. Еще одна роскошь легковушки хозяева авто с дизельными двигателями объемом свыше 2,5 и бензиновыми свыше 3 литров должны будут заплатить 25 тысяч гривен в год. Он стимулирует продвижение в Украине автомобилей с меньшим обсягом двигателя. Отповедно, меньше навантажения на потребу в импортах пального, дорогах и так далее. А вот импортные товары могут стать дефицитом. На них повышается налог с 5 до 15%. А значит, весь импорт подорожает, кроме энерготоваров и лекарств. Они вне списка. Это должно будет ударить по импортерам. Просто очевидно, удар серьезный. Более того, импорт может резко снижаться. Он и так, в общем-то, снизился на фоне девальвации гривны. А еще государство будет забирать себе 20% от дохода на пассивные вклады, депозиты, там же роялти. Это хорошо, считают некоторые эксперты. И сразу же читают между строк другую, плохую новость. Дефицит нахнефтегаза будет снижен фактически в 3 раза. Это означает, что неизбежно увеличение тарифов. Надбавки учителям оставили, льготы чернобыльцам, кроме первой категории, убрали. А вот как будут бороться с зарплатами в конвертах? Понижением единого взноса с 41 до 16,5%. Но такое уменьшение только для зарплат, не превышающих 3 минималки. Сумма до 10 минималок и ставка увеличивается до 15%. Ну а зарплата свыше 12,5 тысяч гривен уже 20%. Все это, считают экономисты, вряд ли даст желаемый эффект. И прогнозируют, вероятно, в феврале эти пункты уберут. Впрочем, как и многие другие. А пока ожидают визит эмиссии МВФ в январе. Ольга Рыцарь, Ольга Поломарюк, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...